Это видео о том, как покрасить потолок С помощью валика Где ты был? В Бангаладеш Сюда говори, в камеру В Бангаладеш С помощью валика Зона гостиная Материал хороший, мне нравится Вообще в любом направлении Необходимо наносить квадратами Очень полезно это делать У меня вот такие вот леса покажутся И бросаем краску Поэтому тренируйтесь И теперь большой Бангаладеш Вот он, да? Еще разок Всем привет И сегодня у меня в гостях Мой друг Александр Дулин Привет, ребята Он будет мне помогать Нет, конечно, не красить Саша Это мой самый первый оператор И он наконец-то вернулся Вернулся к нам в Болгоград Был в отъезде Где ты был? В Бангаладеш Сюда говори, в камеру В Бангаладеш Саня уезжал в Бангаладеш На 11 небольшим года Что ты там делал? Обучался операторскому искусству? Теперь будут кадры еще более точные Все слышали, да? Поэтому смотрите Подписывайтесь И это видео о том Как покрасить потолок С помощью Валика Такой потолок Два уровня Зона гостиная И зона кухни Плитка на полу Тоже я клал, кстати Фартук Все заклеено Мы уже практически готовы К покраске Как видите Все места Которые могут быть Могут попасть Под удар краски Поснимай меня Давай, поснимай меня Все уже практически готово Фартук из плитки Заклеили с помощью пленки Заклеили дверь Подоконники Мебель какую не смогли вынести Это видео не про то Как это все дело упаковать Красить потолок Я буду с помощью вот такого валика Точнее шубки Это веревка Длиной 18 миллиметров У меня есть видео Как красить стены с помощью валика Идеально Хороший ролик Посмотрите обязательно В комментариях часто пишут Какой длины ворс Возьми шубку с ворсом покороче Разные умники Учат меня наносить краску Я поначалу думал Что красить Особенно потолки Лучше с шубкой Вот с таким коротким ворсом Это вот танза тоже Ей довольно много уже перекрасили Она сухая конечно Но как видите Видите какой ворс короткий Да? Она не новая Но я специально взял Чтобы показать Старая валяется Не знаю для чего Не спрашивайте Такой шубкой С коротким ворсом Когда наносишь краску Вроде хорошо раскатываешь Структурируешь Все замечательно Высыхает Получаешь пятна Либо забор штакетник И со временем Я пришел к тому Что стал работать Вот такой вот веревкой С длиной ворс 18 мм Можно нанести Практически любую фактуру Фактура Она будет всегда Потому что мы работаем В квартире Мы красим с помощью валика И этот материал Он на водной основе Мы с вами не в автомалярке Находимся Поэтому фактура Она будет всегда Мы с помощью этого валика Наносим на основание Более толстый слой краски Он равномерно высыхает И мы получаем Качественный результат Без забора Без пятен Смотрите Пробуйте Начинаем Что-нибудь скажи Что-нибудь там прикольно Что-нибудь там Меня нет Как будто Работать я здесь На этом объекте Буду текурилой С семерочкой Материал хороший Мне нравится Всем рекомендую Это не реклама Конечно Обязательно Материал следует Размешать Это Делает его Более подвижным Ну и вообще Это следует Делать обязательно И необходимо Это делать Время от времени Я не сторонник Разбавления Материала Сейчас не жарко Работать можно Спокойно Не спеша Объем небольшой Поэтому Воду Не добавляю Нахуй этот валик Кисточка Еще понадобится Обязательно Синтетическим ворсом Чтобы забивать Места сопряжения Я все это покажу Как видели Вы Потолок Многоуровневый Есть несколько элементов И они будут Разного цвета Поэтому придется Отрабатывать сопряжение Очень много Придется с этим возиться Я все покажу Это видео Этим и интересно Места плинтусов Какие-то вертикальные части Откосы Так называемые Небольшой высоты Я буду красить С помощью Краскопульта С помощью электрического Распылителя краски Я уже проходил С помощью компрессора Первым слоем И добавлял воду Процентов 40 где-то добавлял Сейчас попробую Распылять Обычную краску Неразбавленную краску Сейчас буду пробовать И вам показать Краску на потолок С помощью вальника Необходимо наносить Квадратами То есть Теми участками Насколько вам позволяет Леса Козел ваш У меня вот такие вот Леса Покажите Насколько они мне позволяют Настолько я наношу В моем случае Видите Расстояние между Стеной И вот этой частью Корма Которая отсекает Кора будет другого цвета Нижняя часть Желтая Желтоватая Здесь все будет белое И вот я Спокойно дотягиваюсь Поэтому с таким Поганажом И буду наносить Вот этот участок Сколько смогу Сразу нанести Раскатаю И дальше Буду двигаться Сначала Я Прохожу Потолочные Плинтуса И вот эта Часть откоса С помощью Краскопульта С молокером Краску Кстати Пришлось Немножечко Разбавить Я Процентов 30 Воды Добавил Ну и Размешал Как следует Маленьким валиком Сначала Прохожу Сопряжение Потолка Со стенами Наши случились Потолочных Плинтус На той площади Куда я могу Достать С лесов Плинтус Плинтус Краски Столько Столько Сколько Смогу Раскатать За раз Больше Не надо Это Понимание Это Сокриком Приходит Поэтому Тренируйтесь Не раскатывая Тренируйтесь 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 Сначала сюда, к стене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Придаем баку шагри, называем в народе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на сухое теперь в двух сторонах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сверху. Передвигаем на сайт. Следующий план. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полный валик. Набираем и опять квадрат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у нас граница предыдущего квадрата. До него сантиметров 15-20 не наносим краску. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще разок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще маленький квадратик оставлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И распределяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Валик краску отдал. И структурируем вот на сырое, на первый слой наш, на первый квадрат. Выгоняем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok